Тема урока. Сравнение десятичных дробей. На этом уроке вы узнаете, как сравнивать десятичные дроби, а также рассмотрите изображение десятичных дробей на координатном луче. Давайте вспомним, что десятичной дробью называют число, записанное в десятичной системе и имеющие разряды меньше единицы. Например, 26,4, 3,25, 0,145 и так далее. Знаки, стоящие в десятичной дроби после запятой, называют десятичными знаками. Десятичная дробь не изменится, если в конце дроби приписать или отбросить нули. Например, 12,3 равно 12,30 равно 12,03 и так далее. То есть мы приписали нули в конце десятичной дроби. Другой пример. 6,03 равно 6,3. А здесь наоборот мы отбросили два нуля. Как вы знаете, два числа могут быть равны между собой или неравны? Целые числа вы уже умеете сравнивать. Например, 247 больше, чем 146. А какая дробь больше? 247,3 или 146,9? На этот вопрос вы легко дадите ответ. Конечно, 247,3, потому что больше та дробь, у которой целая часть больше. Вот оно, первое правило. Чтобы сравнить две десятичные дроби, нужно вначале сравнить их целые части. Та десятичная дробь больше, у которой целая часть больше. И наоборот, та десятичная дробь меньше, у которой целая часть меньше. Здесь все понятно. А как же быть, если целые части у сравниваемых дробей одинаковые? Например, 21,105 и 21,7. Целые части равны. Сравним дробные. Для начала уравняем число знаков после запятых, приписав к дроби 21,7 справа два нуля. Получим 21,700. Сравниваем. 105 тысячных меньше, чем 700 тысячных. Значит, 21,105 меньше 21,7. Оказывается, можно сравнить эти дроби поразрядно. Первый разряд. Единица меньше семерки. Значит, 21,105 меньше 21,7. Получили второе правило. При равенстве целых частей у десятичных дробей сравниваются дробные части. Если число символов после запятой у сравниваемых дробей не совпадает, тогда к дроби с меньшим количеством символов приписываем нули и сравниваем получившиеся числа дробных частей. Сравнение дробной части десятичной дроби производится по разрядам от меньшего к большему. То есть сначала десятые, потом при необходимости сотые, тысячные и так далее. Та десятичная дробь больше, у которой величина числа в разряде больше. Рассмотрим пример. Сравнить дроби 0,367 и 0,354. Так как целые части равны, то сравнить надо дробные части. Первый разряд. 3 равно 3. Переходим к сравнению во втором разряде. 6 больше 5. Следовательно, 0,367 больше, чем 0,354. Десятичные дроби, как и натуральные числа, можно записать возрастающий или убывающий ряд. На числовой оси правее стоит та десятичная дробь, которая больше, а левее та, которая меньше. Например, если сравнить дроби 0,6 и 0,85, на числовой оси это выглядит так. 0,85 стоит правее, чем 0,6. 0,85 больше, чем 0,6. Таким образом, можно сформулировать еще одно правило. Чем больше десятичная дробь, тем правее она расположена на координатном луче. И наоборот, чем меньше десятичная дробь, тем левее она расположена на координатном луче. Итак, подведем итог.